Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусную икру из баклажанов. Этот рецепт очень давний, проверенный годами. Такую икру из синеньких когда-то делала моя бабушка, потом мама, а теперь вот и я. Правда, я семейный рецепт немного усовершенствовала и икорочка стала еще вкуснее. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Берем 1 килограмм и 600 граммов баклажанов и нарезаем их произвольными ломтиками любого размера. Главное, чтобы потом было удобно закладывать в мясорубку. Помещаем синенькие миску. Добавляем 1 столовую ложку соли. Хорошо перемешиваем и оставляем на 20-30 минут, чтобы выделился сок. Вместе с ним уйдет лишняя горечь. В это время подготавливаем остальные овощи. Полкилограмма лука нарезаем мелкими кубиками. 300 граммов моркови трем на крупной терке. Дальше разогреваем сковороду. Наливаем в нее 150 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Высыпаем туда лук. Обжариваем его до прозрачного состояния минут 5-7. Добавляем морковку и продолжаем жарить все вместе еще 5-7 минут до мягкости моркови. За это время баклажаны пустили сок. Теперь промываем их холодной водой и откидываем на сито. Пока с баклажанов стекает вода очищаем от семян 350 граммов сладкого перца и нарезаем его небольшими кусочками. Полтора килограмма помидоров освобождаем от сердцевины и разрезаем на несколько частей. Затем подготовленные овощи пропускаем через мясорубку с крупной решеткой, чередуя их между собой. В получившуюся массу высыпаем остывший жареный лук с морковкой. Перемешиваем и отправляем на плиту. Ждем пока овощная масса закипит. Варим на умеренном огне 40-50 минут до испарения жидкости. Дальше даем содержимому миски немного остыть. Еще теплую массу с помощью погружного блендера превращаем в пюре. По желанию можно оставить некоторые кусочки овощей целыми. Добившись нужной нам консистенции, добавляем к овощам 25 граммов соли, 50 граммов сахара, 1-2 грамма черного молотого перца, столько же красного острого перца, 5 граммов сладкой паприки, 1-2 грамма молотого кориандра и хорошо перемешиваем. После чего начинаем овощную массу снова постепенно нагревать на небольшом огне. На этом этапе икру мешаем как можно чаще, чтобы она не подгорела или не выпрыгнула из миски. После закипания варим 10 минут при постоянном помешивании. В процессе пробуем икру на вкус. При необходимости добавляем соль, сахар или другие специи. Продолжение следует... Через 10 минут добавляем в кипящую массу 50 граммов пропущенного через пресс чеснока, 15 миллилитров 9% уксуса. Хорошо размешиваем и продолжаем варить еще буквально 1-2 минуты. Затем раскладываем икру в горячем виде по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Заполненные до верху банки прикрываем крышками. Закатываем, переворачиваем и даем так полностью остыть. Из указанного количества продуктов у меня получилось 6 полулитровых баночек. Вот и все. Очень вкусная икра из баклажанов на зиму готова. Хранить ее можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok